Друзья, всем привет, всех люблю. Познакомлю вас с одним очень нужным, но неприятным персонажем, пока ты его не распознаешь. Он называется самый величайший обманщик, называется ум. Всем рекомендую фильм «Револьвер», кто не смотрел, с тетханом. Вот, и короче, если ты его не распознаешь, если ты его не держишь под своим контролем, тебе не помогут практически даже растения учителя, такие как грибы, мухоморы и все остальное. Потому что тебе нужно все равно работать над собой. Не думай, что ты нажрался мухоморов и получил волшебную таблетку. Балалайка тебе. Нет, это не волшебная таблетка. Тебе, конечно, почистит сознание. Эта чистка сознания тебе позволит увидеть ум, распознать его. Но если ты своим вниманием и своей, как говорится, доброй или недоброй волей не начнешь его контролировать, замечать его и не будешь отслеживать его, то можешь, как говорится, забыть о том, что с тобой произошло с теми же самыми, допустим, мухоморами, да? Оно, конечно, тебя покажет. Ты преисполнишься величием божественного. Но постепенно ты начнешь забывать, постепенно тобой начнет владеть ум. И все твои результаты, ты их похоронишь. Поэтому ты получишь головку от патефона себе на воротник. Поэтому не заблуждайся, если ты... О, такая гора мусоров, пиздец. Нажрали. То есть, если ты не работаешь над собой, если ты свой ум не отделяешь, забудь про самадхи. Самадхи – это тишина ума. Она может возникнуть в момент, кстати, грибного трипа определенных, да, процедур. Но если ты свой ум не фиксируешь и не разделяешь, не отделяешь самадхи, оно может возникнуть и так же уйти. И ты опять погружаешься в ум, опять погружаешься в мысли. Он опять начинает тебе совершать сексуальные обряды в твоем мозгу. Поэтому не заблуждайтесь, что ты получил волшебную таблетку и ни хера с этим делать не надо. Нет. Ты обосрешься. Возможно, в очередной раз. Если начнешь его фиксировать. Сейчас расскажу, что он делает. Ум – это все. Все, что у тебя в голове звучит у 99,9% населения – это ум. Это то, что тебе рассказывает, что надо делать. То, что тебе рассказывает, как было хорошо в армии 20 лет назад. То, что тебе рассказывает, как хорошо будет в будущем, когда ты что-то сделаешь. Как хорошо все хорошо. Как то, что хочет все время, желает, жадничает и все такое. Это все он. Это все то, что взяло тебя в оборот и совершает сексуальное путешествие в твоей голове. Честно говоря, ну как, ебет тебе мозг. Вот, поэтому тебе его надо распознать. Особенно, если ты окунулся в растение учителя. Тебе его надо распознать, увидеть. Через грибы его легко увидеть. Его видно невооруженным глазом. И тебе его нужно зафиксировать. И делать концентрацию. Когда он начинает базарить, ты должен концентрироваться. Когда изучать еще такое концентрация, концентрируешься, концентрация забивает ум. То есть она не дает уму базарить. Но ум настолько обманщик, что когда ты занимаешься концентрацией, забиваешь его. У меня было много лет назад, когда ум был остановлен концентрацией. И уже на длительные сроки, несколько часов. Допустим, да? Не постоянно, но по несколько часов уже останавливало постоянно. Он понимает, что ты пытаешься с ним разобраться. Он возбухает. Ну, как он возбухает? Он возбухает не как у тебя что-то там опухло, да? Он возмущается. И понимает, что тебя в очередной раз надо наебать. Потому что ему нравится ебать тебе мозга. Когда ты занялся концентрацией, когда ты можешь уже отделять ум от себя, да, надо ум отделить от себя. Если ты не отделишь ум от себя, ты не сможешь его видеть. Ну, ты можешь тупо заниматься концентрацией. И надеяться, что это работает. Потому что, если ты концентрацию спутаешь с работой ума, Считай, он тебя наебал. Потому что я знаю, что люди во время концентрации Обдумывают какие-то проекты. Ум наебал уже. И когда человек занимается концентрацией, ум понимает, что надо с тобой что-то делать, Он уходит глубже. Глубже своего ума. То есть, там есть глубина ума. Есть поверхность такой, и он может идти глубже. Ощутимо глубже. У меня было так. Когда уже я понял, что я уже создал тишину, ум уже не базарит. Концентрация тотальна. Я слышу что-то в глубине. Разговаривать. Я думаю, что это за хрень? А это, короче, начал... У меня есть методика. То есть, я научился, когда ум разговаривает, То есть, я физически начал ощущать вот этот перепад. Когда ум говорит, и когда тишина ума, вот этот перепад, Я его стал ощущать. Для меня он был физический. И... А, кстати, фраза. Я, я существую, или я есть. Эти фразы останавливают ум на доли секунды. Волшебные фразы. Так что используйте их. И когда ум остановился, В этой доли секунды, Ты можешь вот таким образом, я, кстати, Начал замечать вот этот ступенечку, Перепад между умом, Между концентрацией, между тишиной. И... Когда я... Начал слышать, что кто-то там базарит. Я такой, что за херня, бля? И начал его проверять. То есть, фразами, я существую, я есть. Я чувствую в этот момент, Не лесенка, как раньше, как ступенька, да? Перепад вот этот. А тонкий такой, не еле уловимый перепад такой, еле такая, еле ступенечка. Ее было, тяжело было распознать даже. Я ее распознал, зафиксировал. А самое главное, это распознать и зафиксировать просто. Когда ты ее зафиксировал, Ты сделал полдела. То есть, самое главное, это обнаружить. Обнаружить и распознать. Вот. И когда ты его в глубине там обнаружил, Ты такой, нифига себе! Нифига, куда он забрался? А он забрался так глубоко, что Ты сам охреневаешь. Вот. И вот такую работу нужно производить, Когда ты Пошел в грибной трип. И так, что не думай, Что ты, блядь, Поймал, блядь. Ты думаешь, что ты поймал Бога? За головку от патефона, понимаешь? Нифига ты не поймал. Тебя так же легко и просто, А будет ум. Так что не расслабляйся. Ты должен трудиться, как стихотворение душа обязан трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Это мое, кстати, любимое стихотворение было в детстве. Я его даже переписывал в свои книжки, где записывал стихотворения и так далее. Разрисовывал все это. Да, бесконечная работа. Если ты думаешь, что Ты с помощью мухи Победишь? Он, он адаптируется, если ты ничего не будешь делать. Он адаптируется к твоему состоянию и выебит тебя. Просто выебит. В голову. Так что Работай с собой. И над собой. Друзья. Ставьте сердечки. Комментарии. Кидайте лайки. И донаты. Всем пока.